Приветствую, драгоценные братья и сестры! Я пастор Методийской Церкви города Москвы. Меня зовут Дмитрий, фамилия НМ. И сегодня у нас на нашем богослужении служили два замечательных брата, мои друзья, гости. Пастор Альберт Раткин из города Калуги, Церкви Слова Жизни, и также пастор Дмитрий, который также присоединился к пастору Альберту. Сегодня было замечательное служение. Я так благодарен Господу вместе с нашими верующими за слово, которое сегодня звучало, за откровения, которые Господь передал через них. Поэтому мы пережили на самом деле очень благословенное, очень воодушевляющее время. И я верю, что в дальнейшем мы будем вместе сотрудничать и вместе будем расширять Царство Божие. Спасибо вам! Тема проповеди вот пастор попросил дать. Я ее назвал так, что «Ценности против обычая». Давайте откроем это местописание. И я буду читать сегодня немножко в другом переводе. Я думаю, не смущу вас этим и не чувствуете никакого смущения. Я возьму «Еврейский Новый Завет» Давида Штерна. Есть много разных переводов. И очень часто, ну вот мы читаем все на дальний перевод, ну и какие-то слова вообще просто старые, они непонятны. Да есть, знаете, даже слова, которые наши дети не понимают. Я как-то на одном молодежном был у нас тоже. И проповедую так хорошо, как мне кажется. Тема проповеди была на каждой возложившей руки свои на плуг и озирающейся назад. И потом вдруг меня осенило. Я думаю, да я спрошу, а знают, что такое плуг? Я спрашиваю, а вы знаете, что такое плуг? И вот они все, кто сидит, слушает, вот так, и соглашаются, и все говорят, нет, молодежь, они не знают, что такое плуг. Не знают. Я не удивлюсь, что, может быть, кто-то среди нас не знает, что такое плуг. И очень многого мы не знаем. Поэтому разные переводы, они дают нам более какую-то понятную, ясную картину. Мне тогда пришлось объяснить, что это вот то, чем Паша. Потому что дети, ну, не знают. Спроси, где молоко берут в магазине, где еще. Ну, такой, кажется, глупый вопрос, да, настолько нам, городским жителям, что мы даже не представляем, там, а хлеб откуда? Ну, оттуда же. Ну, что ты спрашиваешь, лупости-то? Зайди в любой магазин, купи, что надо, и все. И вот поэтому мы так живем, и поэтому иногда мы читаем что-то и не понимаем всего вот контекста, да. Все послания в Новом Завете, так или иначе, они написаны кому-то. Есть личные послания, там, малые послания. Есть послания церквям, есть областям. Галатам – это целая область галатийская. Коринфянам – это в город Каринф. Римлянам – это в город Рим. В те церкви, которые были в каких-то городах. 24 стих. «Будем внимательны друг ко другу, побуждая друг друга к любви и добрым делам». Понятно все, да? «Не пренебрегая собраниями общины, что у многих уже вошло в привычку, но ободряя друг друга. И давайте поступать так с еще большим усердием по мере того, как приближается день. Ведь если мы сознательно продолжаем грешить после того, как получили знания об истине, не остается более никакой жертвы за грехи, а только вселяющая ужас ожидания суда, яростного огня, который пожрет врагов. Тот, кто пренебрегает Торой Маше, или Пятикнижием Моисеем, да, безжалостно предается смерти на основании слов двух и трех свидетелей». Я прочитаю 29 стих, наверное. «Представьте, насколько более тяжким будет наказание для того, кто попирает Божьего Сына, кто не относится с должным почтением к крови завета, наделившей его святостью, кто оскорбляет духа, дарующего Божье благоволение». Очень известные стихи. Мы иногда обадриваем друг друга, мы говорим друг другу, давайте не будем оставлять свою церковь. Да, тут написано «собрание общины». Вообще это очень интересно. Мы вот так приняли это слово «церковь», и мы употребляем его, даже порой не задумываясь, какое значение этого слова. Я вот недавно задумался об этом, сейчас делился с Дмитрием, вчера мы сидели, разговаривали много. Я говорю, меня это и в церкви поделился, очень заинтересовало, почему из всех слов, которыми можно было назвать церковь, Иисус взял именно это греческое слово, оно вошло в Новый Завет, Аклисия. Или Эклисия, что имеет значение политическое. Это собрание людей, которые правомочны в городе принимать решения. Тогда был рабовладельческий строй, были рабы, были свободные люди, были люди, которые имели право голоса, голосовать, выбирать власть, давать какие-то наказы, принимать важные решения. Почему, я задумался, почему Иисус взял именно это слово, именно Эклисия, почему оно? Неужели другого нет? В еврейском же, наверное, были какие-то слова, общину называть. Вот так это вошло и так это сегодня есть. 24 стих. Будем внимательны друг к другу, побуждая друг друга к любви, добрым делам, не пренебрегая собраниями общины, что у многих уже вошло в привычку. Я остановлюсь здесь. Я начну с привычек, или у нас обычай написано, да? Вот представляете, 30 лет прошло, а у людей уже привычка выработалась, не ходить в воскресенье на богослужение. Два ковидных года. Два ковидных года у многих уже выработало привычку не приезжать на богослужение в свою церковь. А зачем? Камера работает, все снимает, все выкладывает. Зачем? Ну далеко, ну тратится. Ну в каком бы городе вы не жили, ну расстояния большие, все равно. Калуга маленький город, 350 тысяч. Но все равно я знаю людей, которые добираются там с другого берега реки где-то час-полтора надо сменить там троллейбус, автобус и добраться до церкви. И люди жертвуют этим и едут. А кто-то нет, кто-то уже привык. У него уже привычка, да? Вот как здесь в современном переводе, в еврейском написано, как у многих уже вошло в привычку. Я начал размышлять над этим. Ну как же это все быстро происходит у нас? Ладно, там 30 лет. Послание написано к евреям. Вот когда они были еще иудеями, да, соблюдали закон Моисеев, я думаю, что никто не мог пропустить синагогу в субботу. Но общество было не таким вот большим еще, население таким еще не было. И там в иудеях, в городах, ну и в мелких городках, селениях не так много людей жило. Все друг друга знают. Но это все равно, что, ну вот сегодня, сказать там где-то в небольшом городке, допустим, все ходят в православный храм. И если тебя кто-то не увидел, то тебя спросят, а синагога, это еще строже было, это закон. Тот закон, которого у нас уже нет. Это выхолачивается, да? Когда Господь сказал, шесть дней работы и один день Господу. Многие сегодня в суете, в заботах о своем быте, обо всем говорят, ну шесть, вот работаем, и как ты проводишь день отдыха, день покоя? Если у евреев было там, не ходи там, дневной путь вот больше этого, да, не делай этого, не делай того, и до сих пор много религиозных так и живут, то у христиан это стерлось уже. Ну, выходной и выходной. У нас это больше выходной, чем день Господень. Он назван день Господень, да. Седьмой день недели была суббота, шаббат. А ну мы празднуем воскресный день, день, когда наш Спаситель воскрес. Мне так нравится, что в русском языке даже коммунисты не сменили этот день, как он назывался, воскресенье. Почему он воскресенье? Потому что в этот день Спаситель воскрес. Так это и перешло даже. И их пережило все это 70 лет коммунистического управления. Все пережило. И мы сегодня стараемся собираться в воскресный день, первый день недели. Так в церкви было заведено. Но что здесь уже? Вот ты был правоверным иудеем. Ты ходил, все видели. Ты читал, ты молился, ты пел. И вдруг ты стал христианином. Помните, в Библии уже есть там такое название, секта иудейская их начали называть. И только потом, где-то в Антиохии, уже их первый раз стали называть христианами. В 11 главе Деяния мы встречаемся с этим названием. Очень интересно. Ну вот, знаете, что произошло? Вот как я это увидел? Вроде и субботу не соблюдаем. И за нами не следят. Уже люди знают, что он не наш, он уже, у них своя секта, у них там свои какие-то учения, у них все свое. И получилась возможность и в воскресенье не ходить. Благодать. Бог Отец, Бог Папочка все прощает, живу как хочу, чего хочу, делаю. Вы думаете, тогда люди другие были? Тогда не было вот этих вот средств каких-то. Ну, типа, потом пойду, схожу, где-то что-то узнаю. Нам сегодня тяжело собраться среди недели на молитву. Молитвенные служения в христианских церквях самые малочисленные сегодня. Очень мало людей ходят на молитвенные, которые среди недели. В некоторых церквях есть домашние группы, наверное, и у вас есть, да? Но тоже не все ходят. У нас, по-моему, сейчас половина церкви, только даже может быть меньше, кто посещает домашние группы. И мы читаем на белом глазу Деяния апостола, что они ежедневно собирались по домам, ежедневно. Иерусалим тот же, да? Вот о первой церкви написано. Город, который на холмах, на горах, и надо было ходить. Автобусов не было. Знаете, не было, что там сегодня повозка с осликами едет по пятому маршруту. Люди ходили своими ногами вверх-вниз. Люди работали, люди работали. Но после работы, каждый день, у них было желание, у них была такая потребность. Чего у нас сегодня нет, что мы потеряли. У нас сегодня транспорт развит. Мы пешком сегодня там из Новогиреева, не пойдешь же пешком сюда. Нет. Но люди собирались. Вот если просто смотреть, Слово Божие, как церковь жила, как это было. И вот эта привычка уже, нехорошая привычка, недуховная привычка, вдруг выработалась. У нас. В эти два ковидных года. Ну что я пойду, а? А вдруг где заразят меня? А вдруг еще что-то? Ну все равно же пастор молодец, сделали видеотрансляцию. Мы у себя церкви видео не делали. Мы записываем на аудио и после богослужения в группах церковных по закрытой ссылке только выставляем. Чтобы, ну, бывает все. Многие люди пропускают причастие в церкви. Я не знаю, у вас раз в месяц причастие. У нас тоже раз в месяц причастие. Я всегда учил и говорил, вы можете, ну, в крайней нужде пропустить какое-то воскресное богослужение, но служение, когда у нас причастие в церкви, не пропускайте, пожалуйста. Не грешите против тела и против крови завета. Не грешите. Сделайте все, чтобы быть на богослужении. А как еще? Или тогда это превращается, что наша вера, наша жизнь со Христом, она уже не главная. Это что-то вроде как бы одной части нашей жизни, как в кино сходить, как куда-то в кафе зайти покушать. Ну, так же вот, ну, и в церковь сходить, там пару часов где-то побродить, послушать, посидеть, попеть. И потом ушел, и опять совершенно другая жизнь. И нет стержня, нет глубины, нет Христа в жизни. Привычки, традиции. Они крадут у нас духовную жизнь. Просто воруют. И они воюют, они воюют с нашими ценностями. Что по-настоящему должно быть ценно для нас быть частью тела Христова, частью общины. Вот здесь этот отрывок, он начинает. Будем внимательны друг ко другу. Вот, дорогие братья и сестры, кто смотрит сейчас по видео, вот, прямая трансляция, да, у вас идет. Вот, вы не обижайтесь, конечно, я не против, я не за, но каждый делает для себя свой выбор. Бывает все в жизни. Ну, может быть, вам сегодня не удалось, а может быть, вы уже давно не посещаете свою церковь, свою общину. Как вы будете внимательны друг ко другу? Вот как, да? Я гость вашей церкви, я гость вашей общины. Я даже не знаю, кто сейчас смотрит. Я не вижу ваших лиц. Как я могу уделить вам внимание? Мы пришли в церковь пораньше, мы посидели, познакомились с кем-то, с одним, с другим, поговорили, попили там чай, кофе, после еще останемся, поговорим. Мы внимательны, мы спрашиваем, как дела у тебя? Сестра рассказала о своих переживаниях с сегодняшним моментом, с родными людьми, с близкими, когда люди все теряют буквально. Будем внимательны друг ко другу, побуждая друг друга к любви и добрым делам. Только в личном общении мы можем поговорить и дать совет, побудить, понимаете, да, слово побуждать друг друга, разговаривать и убеждать, слушай, ну можно же вот это сделать, можно вот так, можно послужить. Люди приходят в церковь и ищут себя в теле Христовом, пытаются открыть свои дары, свои таланты, свои способности. Ведь так, чтобы применить, чтобы быть полезным, чтобы служить и Богу, и людям. Ведь мы в церкви, мы не только Богу служим. Церковь, Христос сказал, я создам церковь моей врата до недолитвия, она здесь, на этой земле, чтобы служить людям. Мы были грешниками. Ведь так, кто-то же нам служил, кто-то нам проповедовал, кто-то нас, вот младенца в вере, поощрял к добрым делам. Ну попробуй вот так, попробуй вот это, начни жить вот так или вот так. И это постепенно входило в нашу привычку. Потом другие привычки приходили. Или трудности, или заботы века сего. И уходило самое главное. Жизнь в служении Христу. Оно уходит незаметно. Откуда все эти учения берутся? О суперблагодати. Делай, что хочешь, живи, как хочешь. Хочешь, ходи в церковь, хочешь, не ходи. Это не важно. Ты часть тела. Какого тела? Какого тела? Ты сам по себе. Время изменилось, мы изменились. Если раньше не было вот, да, наверное, последние чуть больше ста лет, когда появилось электричество, ну, жизнь людей изменилась. Если раньше люди раньше ложились с закатом, все, темнота наступала, или свечки жги, что тоже денег стоит, да, и коптит, и все остальное, мешает спать, потому что общество привыкло спать рано. И рано вставали с рассветом. Многие сегодня не понимают смысл тебя от ранней зари жду я, тебя жаждет душа моя. А в городе зарю видно? В большом вашем, в московском, да или в нашем. Молодежь может даже и не знает, что такое заря, вы еще родители им не показали, никогда с ними не просыпались, утром не говорили, давай посмотрим, как все красиво, как солнце встает. Потому что днем на солнце смотреть, ну, как-то больно глазам, а утром оно другое. Оно не такое, когда оно поднимается немножко, первые лучи рассвета. Может быть, и дети этого не видели, и не знают этого, и не понимают. Мы думаем, что все читают Библию одну и ту же, и все понимают. Нет, не понимаем мы. Все одинаково. И многое кажется уже, ну, таким устарелым и старым, не пренебрегая собраниями общины, что у многих уже вошло в привычку. Но ободряя друг друга, ободряя, подбодривая, говорят, слушай, ну, нельзя, так жить нельзя. Должен быть один день, день Господень, святой день, в который ты чтишь Бога, в день, когда все собираются вместе. У многих христиан ушло понимание ненавидеть греха. Вот видение нашей церкви, оно простое. Любить Бога, ненавидеть грех и жить жертвенно. Три простые истины я проповедую уже долгие годы. И они так непонятны всем. Ну, что это за видение? Надо вот другое, надо еще какое-то. Но это так тяжело. Ну, ладно, постоянно проповедишь любить Бога, и все вроде как-то где-то на своем уровне понимают любить Бога, а вот ненавидеть грех. Ненависть очень яркое чувство, очень сильное. Общество сегодня живет в параллельных каких-то вот реалиях. Пройди мимо, тебя это не касается. Не лезь. Люди сами разберутся. Тебе больше всех надо? Не трогай это. Дальше идут уже там, не лезь в экономику, не лезь в политику, не лезь никуда там. Ты пастор, вот проповедуй, больше никуда не лезь. А что, я не живу в этом обществе? Я живу здесь, я хожу в те же магазины, мне приходят те же платежки. Я о них тоже должен говорить. Учить людей. Как Павел говорит, я учил вас всей истине. Он учил этому, говорил об этом. Просто вот сегодня общество, и наше христианское в том числе, мы выбираем что-то, что созвучно нам, нашим привычкам, нашим обычаям, нашим традициям, которые в большинстве своем, они не христианские. Многие из них в жизни христианина, привычки, традиции, они плотские, они эгоистичные. Все вокруг меня должно крутиться. Мне неудобно, я не буду это делать. Мне неудобно, я не буду это говорить. Мне неудобно, я не поеду, я не пойду, я устал. Есть очень мудрое высказывание. Кто хочет, ищет возможности. Кто не хочет, ищет причину. А причину мы всегда найдем. Причину что-то не делать, причину что-то не говорить. Всегда найдется причина. Всегда. Мы себя оправдаем. Мы так устроены, наша плоть так устроена. Оправдывать себя за все. Ну и ладно, ну и что? Ну ведь другие же так тоже поступают. Ну зачем мне выделяться? Действительно, да? Зачем свет усветить? Очень удивительные ты вещи говоришь. Мы делаем ролики на канале «Взгляд с небесной». Подписывайтесь, посмотрите. Разные интервью берем у разных людей. И это шокировало сначала все христианское сообщество. Чего вы лезете туда? Разговариваем с депутатом Госдумы, с людьми культуры, с профессорами, еще с кем-то. Это тоже люди. Церковь сегодня загнали в гетто. Я очень часто это вот езжу, говорю. Посмотрите, что нам оставили. С детьми запретили работать. Под разными этими. С молодежью запретили. Институты закрыты. Школы закрыты. Со взрослыми, с семейными тоже запрещают. Нигде не дают там. Нет таких вот. Мы найдем. Если мы хотим, мы найдем пути к каждой группе, к каждому возрасту. Но вот государство сегодня загнало нас в христианское гетто, где ты можешь работать только с бомжами, с наркоманами. И то за наркоманов сейчас сажают. Уже столько ребят, руководителей революционных центров сидят в тюрьмах. Просто их убирают. Те, которые занимаются, пытаются оздоровить общество, убрать наркотики с наших улиц. Их убирают, их сажают. Под разными надуманными предлогами. Здесь в Москве был большой скандал тогда. И всякие видные люди говорят, мы это будем, мы защитим ребят. Нет, ребята получили сроки от 5 до 8 лет. Сидят в тюрьме за то, что помогали. Вытягивали кого-то. Родители просили, плакали. И много такого сейчас по стране? Очень много. Что нам оставили? Оставили то, что мы сами возьмем. общаться с людьми можно, еще не запретили нам на разные темы, разговаривать с ними. Все от нашей жизни. Вот какие у нас привычки? Есть это в привычке? Разговаривать с людьми, проповедовать, делиться с ними. Я не имею в виду стоять за кафедрой и проповедовать. Проповедь она и в словах, как кто-то сказал редко, да? Обычно она в жизни, в делах, в поступках. Все там сквернословия, ты этого не делаешь. Как свет-то светит? Я помню, после одного репортажа кто-то мне написал, ну вот типа соль, ну только вот туда не лезьте. Ну обозначили мне темы, типа, я говорю, вот интересно, как солить и не солить? То есть, как не говорить об этом? Как не говорить об этом? Как не говорить об этом? Как светом не быть везде? Ну типа тихонечко как-то зайди в свою комнатку и вот там фонарик доставь, посвети себе. Хочешь глаза, хочешь вот так вот, да? Как так жить? Это не христианство. Это не жизнь Христова. Жизнь христианская, она другая. Она богатая. Богатая на людей прежде всего. Ведь здесь сколько нам не отведено ли Господом прожить на земле? Кто-то рано обратился к Богу, да? Кто-то вот в детстве, кто-то в молодости. Но все равно у нас длинный-длинный путь, там 50-60, возможно, лет. У кого-то 70 при такой крепости. И мы будем жить. Как мы будем жить? Какие у нас привычки? Что для нас является ценностью? Воскресное богослужение, ну или в вашем случае субботнее, является ценностью или нет? Или это всего лишь, ну, ну, сегодня могу, завтра не могу? Поделиться своей верой, кому-то помочь. Является это ценностью? Вот моей или твоей как христианина? Или нет? Ценно это или не ценно? То, что ценно, мы платим. Что? Цену. Это стоит чего-то. Чего? Ну, если материальным языком говорить, денег. Всякая ценная вещь стоит денег. Что такое деньги? Деньги-то бумажки или металлические? Ну, сейчас редко это все. Их дают, конечно, они ничего не стоят почти. За что нам дают деньги? За работу. За наш ум, за наши силы, за наши знания. Мы работаем 8, 10, кто-то 12 часов в день. Чтобы заработать эти деньги. Заработать. Чтобы потом, если есть возможность, отложить и купить что-то ценное. Мелкое, не ценное, оно ничего не стоит. Вот мы так порой и живем. Ценности против привычек. Что для нас ценно? Подумайте. Придете домой, может быть, какое-то время еще пройдет. Ну, в домашних группах поразмышляйте. Вы же с собой поговорите, что для нас ценно. Поговорите с теми, кого вы давно уже не видите на богослужениях. А что для них ценно? Ведь разные периоды жизни, ценности же меняются у людей, правда же? Но ценности христианской жизни никогда не должны меняться. Жить со Христом. Это самая большая ценность. Помните притчу о жемчужинах? Все продал, чтобы приобрести одно. По-настоящему дорогое. По-настоящему ценное. Все оставил. Павел говорит, все почитаю за ссор. За мусор. Ради познания Иисуса Христа. А мы все остальное почитаем за ссор. Или это дорого в наших очах. Хотя все прекрасно понимаем, что ничего с собой в могилу не возьмем. Ничего. Даже если мы сто раз расскажем, как бывает с людьми, они говорят, меня вот так похороните и так похороните. Одежки себе собирают часто, я не знаю. У пожилых людей кто-то уже в советское время материал оставляли себе. Или там, я помню, у бабушки лежал в шафанели, там, это вот на смертне, пошьете мне там. Или платье кто-то покупал уже. Или костюмы покупали, чтобы вот так уже. А потом уже, это неважно, все понимали. Чего костюм-то, да? Зря тратить. Еще там он. Зачем? Действительно. Ну и так все пойдет, все достойно будет и хорошо. Все забудут. Второе местописание, которым я хотел сегодня с вами поделиться и прочитать. Мы здесь читаем, да? Давайте закончим здесь сначала. И давайте поступать так с еще большим усердием по мере того, как приближается день. Очень интересная мысль у Павла, как приближается день. С большим усердием день приближается. Какой день? Ведь если мы сознательно продолжаем грешить, сознательно. То есть апостол Павел об этих вещах очень прямо говорит, да? Вы не посещаете, вы не живете. Для вас ваша община, ваша церковь, она не так важна. У вас куча разной другой жизни. Это не является центром вашего сознания, вашего бытия, ваша христианская жизнь. Он обличает их в этом. Он говорит, тогда посмотрите, что остается. И ведь если мы сознательно продолжаем грешить, мы выбрали этот образ жизни. После того, как получили знание об истине, а мы его получили, мы знаем, как правильно. Ну, у нас есть оправдание. Ну, вот не получилось сегодня. Ну, вот хотели, и вдруг там кто-то позвонил. Вдруг дети начали чего-то там, и я не успел. Ну, а что, уже не успели? Ну, тут всем мешать уже приходить, зачем надо там. На полчаса, ну, что я там услышу? Я потом посмотрю, я потом послушаю. Потом тоже не посмотришь, потом тоже не послушаешь. Потом будут другие заботы. Потом надо всех накормить. Потом надо убраться. Потом надо подготовиться к следующей неделе. Ведь потом за выходными идут работы опять. Надо что-то доделать, переделать. Сознательно продолжаем, как получили знание об истине. Не остается более никакой жертва за грех. Ничего не остается. Какой жертва? Какая жертва за грех была? Христос. Не остается ничего в жизни таких людей. А только вселяющая ужас, ожидание суда. Вот некоторые люди еще не дошли до этого состояния. Они просто живут вот, ну, у них по привычкам, по стихии мира сего, да, по обычаям каким-то, которые у них уже появились. И у них нет пока ожидания этого. Но Бог однажды посетит и вселится в это сердце человеческое. И вдруг Он поймет, а что меня ждет? И тогда ужас придет от такого образа жизни без Христа. По привычкам, по плоти. Яростного огня, который пожрет врагов. Не двусмысленно написано. Врагов. Люди, живущие по своим привычкам, по своим плотским обычаям, они враги уже становятся. Кого они враги? Он дальше объясняет. Тот, кто пренебрегает Словом Божьим, первое, да? Пренебрегает Божьим Словом. Дальше написано. Безжалостно предается смерти на основании слов двух-трех свидетелей. Представьте, насколько более тяжким будет наказание для того, кто попирает Сына Божьего. Казалось бы, простое место из Писания. О чем ты нам говоришь, да? Не будем оставлять собрание своего, своей общины. И такие жесткие обвинения. Ну что, я не был, ну не хожу я месяц, не хожу я два, но я с вами. Иногда встречаешь таких, вот знаете, верующих, хороших там. Все нормально, пастор, все еще собираетесь, вас не разогнали. Я с вами, аллилуйя там, все, мы вместе там, в одном духе, в одних мыслях с вами, все. Я как в воскресенье, я вообще с вами. Дальше написано, да? Второе. Попирает Сына Божьего. Кто не относится с должным почтением крови завета? Причастие. Когда мы собираемся, да я сам себе, да ты сам вообще прям, ты всему голова. А я по телевизору, вот я через, по телефону посмотрю причастие и сам сделаю, я с вами там, в одном духе, друзья, в одном сердце. В одном ли? Что должно произойти вот с мозгом человеческим, да, или с душой человеческой, чтобы вот жить вот так? Я член тела, но я без тела. Я вроде вашей, а вроде у меня своя жизнь. Я всеобщий, я Христов. Есть такие же тоже учения, да? И следующее, что написано. Кто не относится к должным почтением крови завета, наделившей его святостью? Кровь завета наделяет нас святостью, да? Кто оскорбляет духа святого, дарующего Божие благоволение? Сильно? Очень? Казалось бы, мелочи, традиции, привычки. Мы читаем о бедности, да? Помните, в притчах написано, немного. Подскажите мне. Полежишь. Немного. 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 Какое хорошее слово. Я же не целый день. Я немного. Немного посплю, немного подремлю, немного. То есть там оленье написано. И придет, как прохожий, бедность твоя. Не то, что ты такой плохой человек. Немного. Чуть-чуть. Ну что вы ко мне пристали? Самой малость. Часик-другой, ну это ж нормально. Я читал в книге, ученые говорят, спать надо вот столько-то ночью и еще днем хорошенько бы. Чуть-чуть дремануть, и тогда ты полон сил, здоровья. Каких сил здоровья? На что? Вечером сидеть телевизор смотреть? Или вот в телефоне, или в компьютере где-то играться там, или еще что-то делать. Силы нужны. А так глаза засыпают. Нет сил больше. Ну, второе место давайте откроем, где говорится о ценностях. А это Евангелие от Луки. Евангелие от Луки. Ты просил одно место? Я дал одно. Второе у меня было в проповеди. А Луки, 15 глава. Там есть несколько притч, которые Христос рассказывает. О том, что ценно и не ценно. Первый стих 15 главы. Сборщики налоговой грешники постоянно собирались, чтобы послушать Иисуса. Как у нас написано? Послушать Иисуса собирали все сборщики податей и грешники. Сборщики податей, ну, тоже надо прояснять, это сборщики налоговой. Вот сотрудники налоговой инспекции, их ненавидели в своей стране, они работали на оккупантов. Они пошли на сделку, ну, типа, ну, а что, жить надо, крутиться надо, все равно же работать где-то надо, ну, будем собирать налоги. И вот Иисуса всегда обвиняли, что Он постоянно вот с этими нехорошими людьми, с предателями Родины, с какими-то грешниками их все время называли. Его обличали. Там афарисеи, учителя Торы все время были недовольны этим. Вот я читаю. Этот человек принимает грешников и даже ест вместо с ними, говорили они. Ну, это вообще верх кощунства, мерзости, пакости всякой, которую Иисус делал. И даже ест с ними. Ну, это вообще ни в какие рамки не идет. Как можно? Ну, ладно постоять, ладно пройти мимо, там, плюнуть ему там на одежду сзади, чтобы не заметил, а то налоги поднимет. Но есть с ними. А Иисус? И потом он рассказывает несколько притч вот таким людям, которые живут вот по этому принципу. С этим не дружи, с этим не ходи, с этим даже не знайся. Этот такой, этот рассекой. Это люди, которые живут и встроены в определенную структуру. Обычно вертикальную структуру. Они привыкли, что кто-то наверху, кто-то внизу. Я начальник, ты дурак. Я сказал, ты должен слушаться. Это были религиозные лидеры своей страны. Они обличали, они не ходили. Мы не можем с ними, мы не можем есть, мы не можем встречаться. Сегодня то же самое, общество не изменилось. И в религиозной сфере то же самое. Есть начальники, и есть все остальные. На букву Д, вот я уже говорил это. Простите за слова, конечно. Но это русская пословица. И вот они так и живут, так и живут с этим. Иисус тогда рассказывает им несколько притчей. Первый об овечке. Помните, 99 овечек оставил, за одной пошел. И дальше идет притча, очень известная о ком? О каком сыне? Вот, видите, как она у нас называется. А в Библии она не называется о блудном сыне. Она о любящем отце. Хотя проповедуй, скажи, сегодня притча о любящем отце. Откройте, никто не откройте, не найдет. У нас все блудный сын. Кто-то дал нам эту интерпретацию. Кто-то дал нам это толкование. Там и второй сын был. Но там все вокруг любви отца, вокруг прощения, вокруг милости, вокруг новой жизни, которую дает наш отец. Видите, как может сбиться фокус? Хотя его можно периодически и на сына, на первого, на второго сына. И на условия жизни, в которых тот оказался. На друзей, которые когда у тебя все есть. То есть акценты можно на разное поставить, ну расставить. Что ценно для нас сегодня? Привычки наши? Плоцкие уже, эгоистичные? Или это малое? Ну это ж не конференция. Вот будет конференция, мы придем. Будет праздник. Вы слышали, да, что христианство уже выродилось. Мы все говорим, это у православных. Они люди праздника. Больше всего православных на Пасху приходят, а потом они в храмы не ходят. Два-три процента, все священники говорят. Максимум ходит каждое воскресенье на богослужение. Ты зайдешь в храм, там очень мало. Очень мало. Ко мне как-то приехал друг отсюда из Москвы православный. Он тоже в храме служит. И говорит, давай сходим, где у вас Центральный собор. И мы пошли в парк там у нас. И попали, там какой-то праздник был небольшой такой. На богослужение. Воскресенье. Служил сам, сейчас он у нас митрополит. Тоже они умножились, умножаются, как наши церкви. Делением все. Церковь кто-то колет. Ты пастор? Да что, я вот пастор. Все, давай 15 человек со мной теперь. И то же самое. Они взяли и разделили. Была одна епархия калужская. Стала митрополия и три епархии. Три епископа. Один митрополит сразу. Чего изменилось? Ничего. И вот я смотрю служение. Он привел меня, ну, немножко. Огромный храм у нас кафедральный, где епископ служит как раз, или митрополит. И ему в сослужении тоже там епископ один служит. Я посчитал всех, кто служит. Там их 20 с чем-то человек было. Там ребята поют еще. Все служители там в одеждах, во всем. И потом какой-то хлеб раздавали еще. Ну, я сильно не вдавался. Вот. Просто побыл там. Несколько монахов. Я хотел посчитать просто вот мирских людей. Ну, одетых в обычные одежды, не в священные. То есть я посчитал, там стояло, может, человек 12 всего. То есть 20 с лишним, кто священодействовал, и 12 человек на праздник, на какой-то. Их немного было. А вы у нас, думаете, что больше? Обычно христиане стали людьми Рождества и людьми Пасхи. Церкви полнеют сразу. Концерт какой-то, ну, развлекаловка должна быть, интертейнмент какой-то, да? Мы же должны что-то представить. Дети должны умилить наш взгляд и наш слух. Стихи рассказать какие-нибудь с запинаниями, с какими-нибудь там огрехами, с чем-нибудь такими. Слова подбирают там, с интонациями в голосе, с запинаниями. Или там с картальностью какой-нибудь. Всегда есть дети какие-то. Они смешат тебя, радуют наше сердце, умиляют. Ой, ну Пасха прошла, хорошая была. И потом меня не будет еще полгода, да? Есть такие люди? Есть. Для них не ценно. Вот этот ежедневный хлеб, ежедневная проповедь, ежедневное слово. А чего оно? А что Библию-то каждый день читать? Не надоест уже? Ну возьми другую книжку почитающую. И такое есть уже. Некоторые не помнят, где она у них лежит. Хорошо, телефоны есть. Не-не, у меня программа есть библейская. Ты ее открывал давно? Ты ее давно видел? Друзья, что ценно для нас? За что мы готовы платить цену? Даже если билет на метро, он дорогой сегодня, да? Чтобы сесть, поехать, потерять время. Побыть, пообщаться, обнять кого-то, руку пожать, спросить там. Мне всегда нравится до и после богослужения наблюдать, кто с кем. Есть люди, которые моментом уходят. Вот наша церковь находится, ты же был, да? Вокруг нас построили огромный торговый и развлекательный комплекс. Огромный, там, 143 тысячи квадратных метров. И все. И некоторых вот видно прямо после богослужения. С последнего аминь, когда благословляю всех, вот зачитываю там, благословение, прям. И потом ты всех встречаешь в магазине. Ходят, съемь им, там, фудкорт огромный, ну, типа, уже и желудок уже урчит. Ну, давай заканчивай как-то, пастор, побыстрее. Я думал, этого у нас никогда не произойдет. Когда вот в 90-х первые американцы, там, иностранцы приезжали, они рассказывали, что там время-время, цигель-цигель, ой-лю-лю, помните? Даже шутки ходили, я тогда услышал, думал, ну, не, у нас такое невозможно. Один проповедник приехал в другую церковь, вот как я, да? И спрашивает у пастора, говорит, а сколько можно по времени проповедовать? Он ему говорит, проповедую хоть до утра, но через 40 минут все встанут и уйдут. Ну, вот такая жизнь сегодня, раз и все. И все, мы пошли уже, что-то тут уже, мы все, ну, все поняли, что-то там барановца опять с конца, да, все, нам по кругу ходишь, одно и то же все рассказывать. Мы все поняли, привычки, все это плохо, да, ценности, все хорошо, все. Все, мы пошли. А что ценно для нас сегодня? Что является ценностью? Христос является ценностью, жизнь с ним, христианская жизнь, добродетельная жизнь, жизнь, где есть люди, которым мы помогаем, которым мы служим. Быть светом – это ценность для нас. Быть солью. Останавливать от разложения, не выбирая. Так, здесь пусть разлагается, это политика, грязное дело. Я сюда не буду, на этой теме даже не разговаривай ни с кем. А здесь я посолю. Мы все стоим каждый день перед выбором. Нам кажется, что однажды мы стояли перед выбором, когда мы покаялись. Кто-то помнит день покаяния, а кто-то вообще не помнит ничего. Вышел, покаялся, что-то произошло. Кто-то говорит, вообще ничего не почувствовал. Потом только жизнь изменилась со временем. То есть это не чувство, это не то, что чувствую и не чувствую. Как некий, ну что, ну что? Ну что произошло? Так, я заканчиваю. Можно за вас помолиться? Отец, милосердный наш Господи Божий, Царь, Владыка, Тебе вся слава, Тебе хвала, Тебе честь, Господи. Благослови общину, благослови эту церковь, пастора, всех служителей, Господь. Всю общину, те, кто сегодня не с нами и смотрит нас сейчас в прямом эфире, Господь, мы благословляем во имя Иисуса Христа, я благословляю их. Да будет благодать над ними, Господь. Твоя, Твоя благодать сделать хороший, правильный, добрый выбор. Быть христовыми, быть светом, быть солью, быть водой живой, быть хлебом живым для тех, кто рядом с нами. Во имя Иисуса Христа молю. Боже, помоги нам увидеть и разглядеть. И Слово Твоего, какие привычки сегодня овладели нами, какие обычаи мы себе заимели, от чего нам надо освободиться. где моя драхма, где самое ценное, то, о чем радость на небесах. Больше, больше, чем молю о чем бы либо другом. Благослови, Отец. Во имя Иисуса Христа я молю. Аминь. Я вам передаю. Я хочу поприветствовать нашего еще одного гостя и дать ему слово. Давайте поприветствуем. Добрый день, братья и сестры. Я представлюсь. Меня зовут Дмитрий. Я пастор лютеранской церкви. Мне очень нравится то, как вы славите Бога. Мне нравится вместе с братом Альбертом ездить по разным общинам. Там, где мы знакомимся с новыми людьми. В целом, вы знаете, сегодняшний разговор о том, что есть привычка, а что есть ценность, это разговор не о том, что привычка – это плохо. Плохие привычки – это плохо. А привычки, хорошие привычки, чистить зубы или что-то еще делать. Я, например, занимался долгое время борьбой, и я знаю, что когда ты много раз повторяешь что-то, это становится автоматически. Многие машины умеют водить. И ты садишься иной раз за руль, едешь и отдыхаешь. Ты не думаешь, потому что ты уже выработал в себе привычки. И ты, если долго ездишь, как говорят, это большой стаж. Значит, ты безопаснее передвигаешься. Но осознание ценностей позволяет тебе получить новую мотивацию. И это очень важно, потому что ты можешь себе выработать новые привычки на основании тех ценностей и тех мотивов, которые у тебя есть. Если ты считаешь, что Бог дает тебе все и более того, что ты ищешь в этой жизни, то ты будешь приходить к Нему и, общаясь с другими, получать то, что тебе нужно. А всем нам нужны разные вещи. И кто-то жаждет знаний и получает эти знания. А кто-то жаждет славы. И в Библии сказано, что хочешь стать епископом, хорошего хочешь. И становится. Кто-то жаждет утешения или кого-то утешит, то есть отношения. И он приходит в общине, и он строит эти отношения с другими людьми. И в целом, это очень хорошо, если мы знаем, кто мы есть. И это, опять же, нам дается через то, что мы ищем Бога. Мы ищем Бога и ищем то призвание, которым Он нас наделяет. Мы должны спрашивать себя, зачем, Господи? Зачем я здесь, на этой земле? Зачем я здесь, в этой церкви? Зачем я, где-то там оказавшись, например, в больнице, я не хотел болеть, но я оказался там. Ну, вокруг тебя другие люди, которым ты можешь послужить. Или которых ты слушая, неверующих людей. Получаешь в свою жизнь откровение. Они тебе говорят, что в тебе не то. И это прекрасно. Так вот, Альберт говорил о том, что ценным являются для нас деньги. Мы ходим на работу для того, чтобы получить физически там или умственно работаем. И нам платят деньги. Но на самом деле мы не физически работаем, не умственно на работе. Мы туда ходим, и наше время мы меняем на деньги. Соответственно, самой большой ценностью для нас, живущих, является время. И время, которое мы с вами говорим, у нас нет времени прийти на богослужение, извините. Вот я вам сегодня открою один секрет, что такое время и как его иметь достаточно. Время – это ваше внимание. Вот на что вы обращаете внимание. Порой вы обращаете внимание на ненужные вещи. Вы сидите, что-то читаете, как будто вы сейчас что-то вычитаете, будете все знать, что происходит. И это поможет вашим талантам реализоваться. Это отнимает и крадет ваше время. Поэтому следите за вашим вниманием. Пусть ваше внимание будет сконцентрироваться на главном. И поверьте, даже когда вы задаете себе вопрос, кто я, для чего я, это поиск Господа. Это поиск Господа в себе. И знаете, чтобы что-то поменять, вам не нужны какие-то ресурсы, которые находятся вне вас, до которых вы часто не можете дотянуться. У меня не хватает денег, у меня не хватает еще что-то. И поэтому я не начинаю этим заниматься. Все, что нужно вам для того, чтобы стать другими, все уже в вас есть. Самое главное, там есть истина – Господь. Просто ищите. И вас ноги сами приведут в общину, в церковь. Они сами дадут вам нужных людей, которых либо вы измените, либо вас они изменят. Но важно, что, я думаю, проповедь сегодня Альберта сделала, это уметь познавать. Нас Господь сделал со свободной волей и желающих познавать. Познавать себя, познавать Бога, познавать других людей. Аминь. Аминь. Благословенна Будье. Если наш Господь за нас, кто против нас. Спасибо Бог за эту силу. Спасибо за силу Твоего Слова, Господи. Я благодарю Тебя за то, что я могу держаться, Господи, за Тебя. За то, что я могу, Господи, верить Твоему Слову, которое есть источник всего. Я благодарю Тебя, Иисус. Все, что мне надо, Иисус, знать Тебя и быть с Тобой рядом. Ты для меня все, Все, что мне надо, Знать Тебя и быть с Тобой рядом. Моё сердце изменил навсегда. Для Тебя, моя душа моя. Я, Иисус, Тебя и быть с Тобой рядом. Руки поднимаю, ты в сердце моё.